Сегодня день войск Национальной гвардии Российской Федерации. Свой официальный праздничный день Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии исполнилось 7 лет. Сегодня сотрудники территориального органа масштабно его отметили в столичном Доме культуры. Торжественное событие – репортаж Фатимы Дауровой. До начала официальной церемонии празднования дружное братье региональных печатных СМИ в неформальной дружеской обстановке поздравило сотрудников Росгвардии. Праздничное угощение традиционной халву подали с лирическими строками собственного сочинения главного редактора газеты «Карачай» Альберта Узденова. Мы всегда знамя гордо держали, лёгкой славы себе не просили. Мы стальная броня для державы, мы гвардейцы великой России. Официальная часть мероприятия началась с торжественного вноса знамён почётным караулом войск Национальной гвардии Карачаева-Черкесии и исполнения государственных гимнов страны и республики. Минутой молчания росгвардейцы почтили память сослуживцев, безвременно ушедших из жизни в разные годы при исполнении служебного и боевого долгов. После, с приветственными словами поздравления к сотрудникам территориального органа, обратился глава республики Рашид Тимрезов. Он отметил, что на протяжении семи лет военнослужащие и сотрудники управления успешно выполняют задачи, поставленные президентом страны по охране общественной безопасности, быстро и чётко реагируют на все вызовы и изменения в обществе. Управление войск Национальной гвардии Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике состоялось во многом, в первую очередь, благодаря вашему личному профессионализму, вашему служению нашей Родине. Конечно же, здесь большая обуслуга и ветеранов, и тех, кто стояли у истоков создания нашего управления. И первый руководитель, Рашид Андреевич Столпогаров, Андрей Владимирович Парковенко достойно принял эту эстафету. И сегодня я считаю, что управление Росгварди по Карачаево-Черкесии является одной из самых лучших. Глава региона вручила отличившимся в профессии государственные награды по поручению президента России Владимира Путина, а также почётные награды Карачаево-Черкесии. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени с мечами теперь будет достойно украшать грудь замкомандира специального отряда быстрого реагирования «Клинок». Его сослуживец, заместитель командира ОМОН «Мустанг» Управления Росгвардии Карачаева-Черкесии, из рук главы также удостоился аналогичной награды второй степени. Бойцы и командиры подразделения специального назначения достойно представляют интересы Отечества в зоне проведения спецопераций. Конечно, я о доме думаешь и думаешь обо всех. Бывает даже так, о прожитых годах надо начинать думать, насколько это было серьёзно, был сделан выбор в то время, в далёкое время. Не жалеем ни на секунду, не жалеем ни в чём. Не то, что я так считаю. Время показало, что мы там оказались в нужное время. Мы это делаем правильно. И на сегодняшний день, как бы это ни звучало громко, победа будет за нами. Более 40 сотрудников Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии были награждены и поощрены различными правительственными и ведомственными наградами, благодарственными письмами и медалями. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.